Эй-гей-гей-гей-гей-гей! Здравствуйте, уважаемые любители лёд-тебито-спорта! И нас с Гришей. Мы летаем практически... Он приехал сегодня на пару деньков поржать. И вот мы с ним полетели. И посмотрите, какая нам достается погода. Это именно тот Гриша, с которым мы привезли планер Таврус Петестерель в Армию, прямо отсюда из солнечной Франции. И он ничего не боится. Он самый смелый на планете Земля. Потому что человек, который ездил через Турцию с планером Он, мне кажется, уже святой И бояться ничего не может Ну и поэтому мы решили так слетать Быстренько А тут говорят, гроза подходит Ну как? Нет проблем, гроза, ну что это? Основная же идея Нет проблем Сейчас закрылок вам, переставлю Возьми ручку Главное нам поделить управление Так, я хотел А, я хотел вентиляцию открыть, а то мы потеем Это не потому, что кто-то употреблял А потому что, видите, сколько воды поднялось в воздух Моя ручка И образовалась гроза Сегодня мы летали над ледниками Было безумно красиво Но сейчас тоже очень безумно красиво Потому что, посмотрите Гроза, которая прошла, вызвала какое колебание воздуха Ну там, когда-то дождь на экране идет Вот мы там, когда-то на ледниках были А вот в долине, где только что это прошуршало Как красиво поднимаются облака Такая вообще тройная-двойная кромка Восьми ручку, пожалуйста Сейчас я глубоко уважаемым любителям Предвижу О! Ну, согласитесь, это просто смотрится фундаментально Вау! А вот там вид на АТО Ну туда бы я даже смелый я не полетел бы Ну вот, не то что Гриша Так, ну вот так мы летаем Сейчас налево поворачиваем Это перевал в сторону Гренобля И мы туда не полетим Ни за что Бля! До нашего аэродрома недалеко Гриша, как ты себя чувствуешь? Отлично Да, я ожидал, что ты так приедешь И сразу в Дамке Сразу такой рукой провели консерк Это на везение Да, на везение Ты знаешь, что мы забыли с тобой сделать? На ЧКУ запасного парашюта вечно забываем Дернуть А представляете, надо пить, парашют дернуть А ЧК вставлено Так как подстановка угрожающая Я все-таки решил расчековать запасной парашют Вон вдруг сейчас придет пара ветра Который как бабахнет Иногда спрашивают А вы не боитесь, что бабахнет И оторвет вам крылья? Ну вот всегда в такой ситуации Кольца спросить Вот идете, вы по улице И вы не боитесь, что бабахнет И упадет кирпич на голову Ну вот примерно то же самое Хотя здесь, конечно, я пойму тех, кто думает, что бабахнет Потому что, видите, там всякие страшные восходящие потоки воздуха Очень сильные Здесь край фронта Вот это переразвитие башни То есть мы спокойно можем здесь какой-нибудь поточек Я взял ручку Повеселее найти Такой гедреный, такой Ух! Но в целом, зная вот эти грозы Я понимаю, что все Как-то помягче сказать, рассосалось То есть вот буйство энергии, которое здесь бабахнуло Оно ушло вот туда Дальше, до восток И дальше перемалывает массу воздушную А здесь гроза Бомре И оставила от себя только Бесконечную красоту Вот, в этой бесконечной красоте Мы немножко летаем И вообще у меня план домой вернуться Высота у нас 2700 метров Аэродром, повторю, вон До аэродрома у нас Ну, километров 40, наверное, где-то Ну, то есть мы сейчас на долете И я планирую долететь до вот этого облачка И попробовать там взять Так сказать, энергию Видит, 150 твоя ручка шуршуршит А что у нас в округе, как говорится Вот справа, как видите Ну, как я говорил, так, холликом там всякие облака И озеро небольшое Сейчас озеро покажу Сейчас мы монтируем красивый ролик про французские водохранилища Вот это одно из них На экране, в заповеднике, который сейчас заливает дождями Формируются огромные запасы воды И эту воду, разумно, все используют Вот из таких туч, собственно, падает вода У нас, как козло, видите, у нас последние облака Дальше Брованс, в котором обычно осадков нет Гора Бамвенту, я вам сейчас ее покажу На горизонте Смотрите, вот там вояк стоит такой красивый Так вот, там осадков нет Сухо В общем, черные страдают Вся, 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 вся влага достается экранцу Ну и нам, видите, немножечко Я почти уверен, что на этой линии мы возьмем восходящий поток А если не возьмем, то мы уже и так шикарно летаем Главное вот со всеми этими грозами не перепутать Потому что бывают грозы вот такие ласковые, добрые, как наша Которым мы привыкаем И, ну, статистика банальна Вот, а бывают грозы, которые уже тут не сильно привыкаешься И далее, как, пару дней назад мы общались с моим другом немецким И он рассказывал, что здесь, прям в нашей долине, на нашем аэродроме выпал грац Вот это галубиное, это самое, яйцо И плодера, которые ставили на основной стоянке, просто повредило Такое, как вы понимали, вот это беленькое, красивенькое Это миллиметровый пластик Даже не миллиметр, там где-то 0,8 миллиметра С стеклопластик, а углепластик И покрыт он тонким слоем краски Но это все подминало в дорогостоящий ремонт планера Ну, примерно, как и с машиной Больше всего жаль, что такой фонарь Потому что фонарь стоит порядка 8 тысяч евро И поменять такой фонарь будет очень обидно Вот, Криша, как после полугодового перерыва летается? Наличательно, а вот его и не было Да? Ну, смотрите, сидит, ручку держит, как научил Вот, 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 как надо ручку держать Как Криша? Вот, чувствуется, не зря силы вложены Ну, кстати, о Граде Кажется, точно начинается По-моему плане? По-моему, вот только хотел сказать Да, да, погнали Мы, когда с Дрижей шалим в хорошем настроении Мы здесь на одной волне Вот, я ему говорю, Дрижей, давай, по-моему Ну, так, нет проблем Это не проблема Ну, правда, и время уже Там шампанское уже дома охлаждается Поэтому, конечно, вот это двоякое у меня Знаете, как Будуанов осел С одной стороны полет и красота полета С другой стороны прислали фоточку Где охлаждается красивая бутылка шампанского Которую купили вот в этой долине Ну и, конечно, это вселяет в меня определенные сомнения И мысли о том, что надо когда-нибудь полеты И заканчивать, спешить домой Ну, во-первых, к семье Не подумайте, что спешить к какой-то бутылке шампанского Это было бы пошло Нет Кстати, некоторые спрашивают А что у вас с компьютером? Да, вот я вам сейчас покажу Как уедет Альпы О, тех Альп-то ни о чем Собственно, мы уже приблизились к отцу Альп А вот это, вот видите, такая вершинка Собственно, за ней уже Альп больше нет Она начинает сравнить с Дариной Розой И Альпы там заканчиваются Так что и Альп немного Помогает ли нам такой бортовой компьютер? Естественно, помогает Он нам показывает ветер Долет до аэродрома О, слушай, у нас Что-то с высотомером случилось Что такое? Не понял Странно Нет, он просто очень стрелкой Брыкнул нехорошо Бывает, мух откладывает лучинки В воздухозаборники Они там вырастают Стыкают воздухозаборники Но если затыкаются воздухозаборники То мы можем Умеем летать без всех приборов Мы такие Шалуны еще те Так, ну За шампанский мы уже не полетим Потому что Все-таки Может высоты Хотя нет, давай до этого Хотя потом перевалы Можем не пройти Ну давай еще чуть-чуть По прямой и все Чем эта долина славится Ну и наверное не полезем Все-таки вперед Разворачиваемся Да, хватит Мы еще планируем под этими Облачками дома полетать Все-таки Не сразу же на посадку Вот здесь снимался ролик Тревожный перевал И сегодня мы с моим учеником Сережей проходили этот перевал еще раз Он ошибся в навигации Перепутал дом Решил, что дом вот там На самом деле дом там Ну и в итоге до этого мы растеряли высоту И пришлось на бровердом возвращаться Так Давай-ка налево вот сюда Вот так О, идеально Все, ну мы потихонечку погнали За приключениями Некоторые из вас спрашивают Не болит, если летать на таком планере Он опасный Он может сорваться в штопор Да нет, не может Вот посмотрите Вот у Гриши Такое пузо И у меня какое Вот с такими пузами Он в штопор не валится Дай-ка ручку А я вам сейчас покажу Как он не валится в штопор Значит, смотрите Он просто летит медленно А потом из-за того, что у нас передняя центровка И Гриша такой упитанный И я не худея Он просто нос опускается Уди вот так Трясется Давайте Ну, чуть-чуть Тихо У нас детский канал Вот Чуть-чуть Иногда сваливается Гриша похудел Гриша, ты похудел? На полгода И я похудел Друзья Из-за того, что Гриша похудел Мы вот так вот Давай еще раз покажу Безучек Не бойся Это абсолютно незапасно Потому что носом в землю Это нормальный режим полета Ну, конечно, не комфортно Ну, конечно, не комфортно Это что аппарата надо отрабатывать Чун, смотри И в землю Уууу Тебе ручку плавит на себя Я тебе вращение не показываю Это еще страшнее Чтоб не пугать тебя А то скажут заветели, что Берет волков, учеников И издевается На этой по полной программе На самом деле На этом плане Не нужно отрабатывать стопор То есть я даже стопор не отрабатываю Это просто обычное сваливание Без вращения Но вы видите Если ручку управления вовремя отдать То все дольше хорошо Вот На этой оптимистичной ноте Мы полетели набирать высоту До новых встреч Уважаемые любители Спорта До новых позитивных роликов Уважаемые любители Уважаемые любители